Олег Белов известный на всю страну как отец, обвиняемый в убийстве шестерых детей, жены и собственной матери снова на скамье подсудимых. Государственный обвинитель настаивает на продлении срока ареста. В свою очередь сам Белов и его адвокат просят в суд на время завершения следствия смягчить меру и изменить содержание под стражей на домашний арест или подписку о невыезде. К слову, сторона защиты от каких-либо комментариев по этому поводу отказывается, а затем и вовсе просит в суд, чтобы журналисты прекратили видеосъемку. Белов, Олег Петрович, вы согласны позиции защитников? Вас не снимают? Хорошо. Как рассказала мать погибшей дочери шестерых внуков Валентина Зайцева, за все время нахождения под стражей ее зять в убийствах так и не раскаялся. Он меня не убил еще, надо меня прикончить, понимаете, он всех уже там прикончил, а меня вот ему не удалось. Я считаю, что он не шизофреник, а садист и мошенник. Какие-то раскаянии слышали от него? Нет, он не раскаялся нисколько. У него видели, какая злоба во взгляде. Я на него смотреть-то не хочу. Впервые женщина поведала о том, что помимо насилия над своей семьей, Олег Белов периодически издевался и над собственной матерью. Самое большое горе для женщины, когда она теряет своего ребенка, а для мужчины, когда он теряет мать. А он своими руками убил. Ну, еще плюс то, что он с ней сожительствовал, знаете, этот, ну, что он насиловал мать свою. Кстати, в ходе судебного заседания выяснилось, что Белов в прошлом токарь водителя еще и пчеловод. Это его любимое хобби. Если брать более раннюю биографию, то он, как положено, прошел службу в армии и был прилежным студентом в техникуме. Однако знакомые его характеризуют необщительным, замкнутым и склонным конфликтом. В итоге Белову продлили содержание под стражей еще на полгода, до 27 мая. Суд считает, что находясь в заболе губенов, может собраться или продолжить преступную деятельность, чтобы избежать возможной уголовной ответственности. Перед этим суд учитель, что у Белова нет возобнований, препятствующих содержанию под стражей. Суд также отмечает, что защита интересов, терпевших обеспечивающих невозможное проведение своевременного судебного разбирательства, является неотъемлемой частью требований, предъявляемых функциональным законом судебному органу. Поэтому, несмотря на презентацию невинности, в данном конкретном случае оставление Белова без изменения меры пресечения лиц и заключения по стражей, оправдывает преступление от принципа индивидуальной свободы. Сейчас уголовное дело против Белова, обвиняемого в убийстве шестерых детей, жены и собственной матери, рассматривается по существу. Следующее заседание намечено на 16 декабря. В скором времени подсудимому придется отвечать из-за нападения на сотрудников полиции в момент задержания. В свою очередь, Валентина Зайцева заявила, что будет настаивать и на привлечении к уголовной ответственности тех сотрудников правоохранительных органов, которые долгое время не реагировали на обращение ее погибшей дочери.